Летняя осень в городе. Температура воздуха выше климатической нормы. На улице светит солнце и меняется атмосферное давление. Какие еще сюрпризы ждать рютовчанам? ЕГЭ по-китайски. Пятый иностранный язык появился в списке предметов, которые можно сдавать на выпускных экзаменах. Учителя нам дают максимальное количество знаний, чтобы сдать максимальное количество баллов ЕГЭ. Кто из рютовчан решится на такой экстрим? Расскажем. А ленький цветочек поборолся за звание «Лучший детский сад Подмосковья». Жюри оценивало в буквальном смысле все. Есть песочная терапия, светотерапия, музыкотерапия. Все, чем богат детсад, покажем. ГИБДД лишили права снимать номера с машин при запрете их эксплуатации из-за нарушений. Приказ подписал Владимир Путин. Как быть теперь? Поделимся информацией. Правильно выбрать картофель научат специалисты Роскачества. Сейчас овощ проверяют по 183 показателям. Мы выяснили подробности. Вы смотрите новости. Мы работаем в прямом эфире. В студии Станислав Тарасов. Здравствуйте. До нуля градусов опустится температура воздуха в ночь на среду. И это будут первые осенние холода. Сейчас температура воздуха соответствует середине августа. Синоптики уверены, лето нас еще не покидало. Но он все время норовит это сделать. Среднесуточная температура за первую половину августа составила больше 17 градусов. Дальше существенных изменений не предвидится. Погода по-прежнему будет комфортной. А четверг станет жарким. До плюс 26 градусов обещают нам синоптики. Дальше тепло пойдет на спад. В субботу температурный максимум составит 23 градуса. Кстати, давление активно подрастет. Эти колебания станут основным неблагоприятным фактором для метеозависимых людей, которые страдают сердечно-сосудистыми патологиями. Люди, входящие в группу риска, могут испытывать головные и сердечные боли, скачки артериального давления и головокружения. Кроме того, для облегчения симптомов недомогания специалисты рекомендуют по возможности снизить физические нагрузки, принимать препараты, нормализующие артериальное давление, улучшающие сердечную деятельность и успокаивающие нервную систему. К подробному прогнозу погоды мы еще вернемся. А сейчас продолжаем новостями сферы образования. ЕГЭ по китайскому языку можно будет сдать уже в 2019 году. Если раньше ученики выбирали из четырех предложенных – это английский, французский, немецкий, испанский – то теперь этот список дополнился одним из самых сложных иностранных – это китайский. Об этом рассказал руководитель Рособорнадзора Сергей Кравцов. Собирается ли кто-то из рютовчан сдавать китайский язык, выяснила Виктория Волкова. Шутки в сторону. Полина Зоткина максимально сосредоточена на материале, как и все ее одноклассники. Меньше чем через год ребятам предстоит сдавать ЕГЭ. На кого будет поступать, Полина уже определилась. Но это пока секрет. Учащийся народ суеверный. Зато поделилась с нами списком предметов, которые планирует сдавать. Биология, общество знания, русский язык и математика. Конечно же, математика и профильный, потому что это самый сложный вообще экзамен, который у нас будет. Я больше всего по нему именно переживаю. В школе готовлюсь, нам помогают в этом учителя. У нас очень хорошо учителя, они дают очень много знаний по этим предметам. И хожу на курсы. Ну, начала уже на курсы по некоторым предметам. Эмин Алыев от суеверий далек. Не скрывает, поступать собирается на экономический факультет и уже активно готовится. Использует все возможности, которые дает школа, а также ходит на дополнительные занятия к репетиторам. Учителя нам дают максимальное количество знаний, чтобы сдать на максимальное количество баллов ЕГЭ. Но в ЕГЭ есть такие задания, которые требуют отдельной подготовки. И я хожу на дополнительные к репетитору по английскому и по обществу знаний. Подготовка к экзаменам отнимает много времени. Поэтому учителя стараются готовить к ЕГЭ прямо во время урока. Конечно, не в ущерб основному курсу обучения. Учитель математики Ольга Латыпова по собственной инициативе раз в неделю проводит дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ для учеников школы. Бесплатные занятия во внеурочное время для тех, кто сдает базовую математику, для тех, кто сдает профильную математику. Кроме этого, мы работаем с сайтом, дистанционные сайты есть. Например, такой, как решу ЕГЭ, мы выполняем там задания, решаем, прорешиваем базовые задания. Математика, как ни крути, нужна всем. Но и те, кто сдает предметы по выбору, тоже не остается без внимания. В седьмой школе физику планируют сдавать больше десяти человек. С ними учителя также занимаются дополнительно во внеурочное время. Главное, говорит преподаватель Татьяна Тараканова, чтобы ребенок понял и усвоил материал. Теория и практика идут в тесной связке. С экспериментами для наглядности, там используется проектор, там используется презентация, там используется какой-то интерактив. Но большей частью я считаю, что лучше всего готовить к ЕГЭ не вот этими разнообразиями форм деятельности, а именно логичной подачей материала. Подготовка к ЕГЭ систематическая, начинается едва ли не с пятого класса. Постоянно проводятся и пробные тесты. Педагогический состав, что называется, держит руку на пульсе, следит за всеми изменениями, которые вносят в процедуру сдачи ЕГЭ. И доводит это до сведения не только учеников, но и родителей. Это же касается и оформления экзаменационных бланков. Процесс оформления работы, как написать буковки, убеждаем в том, что их надо писать по образцу, чтобы машина все правильно прочитала. Конечно, все и технические моменты стараемся отработать так, чтобы это уже на штатном ЕГЭ до автоматизма было доведено. В пятницу в Москве прошла всероссийская встреча с родителями с участием руководителя Рособранадзора Сергея Кравцова. Обсудили организацию и процедуру проведения экзаменов в 2019 году. Глава ведомства заверил, что в этом учебном году серьезных изменений в проведении ЕГЭ не будет. Виктория Волкова, Алексей Золотарев для РТВ. Второе место занял Риотовский детсад «Аленький цветочек» на областном конкурсе «Лучший детский сад». Итоги объявили на днях после долгих месяцев совещания жюри. Оценивали все – благоустройство территории, образовательные программы, современные технологии. Корреспондент РТВ Дарья Галакова отправилась в детсад и выяснила, чем уникален «Аленький цветочек» и чего не хватило, чтобы стать победителем. Смотрим. Какая у нас улыбка вот такая. Выбирай цвет, какой хочешь. В детсаду «Аленький цветочек» в буквальном смысле все для детей и их развития. Вот, например, сенсорная комната, оформлена в морском стиле. Сюда заходишь и попадаешь в мир волшебства и сказки. Здесь с детьми каждый день проводят занятия педагог-психолог. Как индивидуальные, так и групповые. Там есть песочная терапия, светотерапия, музыкотерапия, плюс еще какие-то детектические игры точно так же могут использоваться. В принципе, здесь могут развиваться и познавательная сфера, память, внимание, мышление. То есть это все можно создавать в этой комнате так же. На этом новшества детсада не все. Совсем недавно детей здесь стали обучать необычному счету, чтению и письму. Необычность в использовании игровой методики Вячеслава Воскобовича. Сколько флажков? А сейчас что? Один равно четыре. Выполняя, например, такие несложные математические задания с помощью игр-конструкторов и головоломок, ребенок проявляет креативность, включает воображение и развивает свои творческие способности. Задания мы даем очень интересные. То есть это развивающая игра, игровая технология Воскобовича. Развивает интеллект, развивает мышление, логическое мышление, память развивает. Мелкие моторики пальцев и руки, кисть. То есть детям очень интересно. Вам предлагается задание. Маша, посмотрите внимательно, Дима, Настя, посмотрите. Кто мне скажет сами? Сами сможете сказать, что надо сделать? А это уже другое занятие. Называется «Маты плюс». Проводится согласно образовательной программе «Вдохновение». В Реутове по ней обучают малышей пока только в валенком цветочке. Это своего рода математика нового поколения, помогающая развить мышление у детей от 4 до 7 лет. Мы учимся детьми ориентироваться в пространстве по этой программе. Очень в этой программе много наглядности. Наглядность достаточно яркая и интересная. Здесь элементы в красочной форме очень хорошо представлены. Тактильное ощущение предметов тоже детям очень нравится. Заниматься с этим материалом. Конечно, помимо того, что мы развиваем логику, мы развиваем еще гармоническое развитие личности. «Аленький цветочек» может похвастаться не только современными обучающими методиками для дешкалят. Здесь есть еще и ясельная группа. Посещают ее ребята с 9 месяцев и до 1,5 лет. Вместе ходят на прогулки, играют. Кроме этого, в детсаду есть и специальные обучающие комнаты. Например, военно-патриотическая, народная изба и правила дорожного движения. С ребятами здесь проводят тематические занятия. Благодаря такой обучающей программе, а также другим современным технологиям, которые применяют в саду «Аленький цветочек», победил в городском конкурсе «Лучший детский сад-2018» и стал лауреатом областного. Мы в этом году приняли участие в конкурсе «Лучший детский сад Подмосковья» 2018 года. К этому конкурсу мы готовились два года. Педагогическим коллективом был составлен бизнес-план для того, чтобы действительно учесть все показатели по тем критериям, которые нас оценивали. Планы на будущее у педсостава глобальные. Стать лучшими в области, а потом и в России. И продолжать совершенствоваться. Ведь этому, как известно, нет предела. Уже этой осенью в Госдуму внесут законопроект о донорстве и трансплантации органов. Сейчас документ проходит последнее согласование. Об этом сегодня заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на открытии 9-го Всероссийского съезда трансплантологов. Скворцова отметила, что работа над проектом закона сейчас находится на завершающей стадии. После его примет правительство, а потом парламент. Документ предусматривает создание регистра прижизненных волеизъявлений. Каждый человек сможет высказать свою позицию по донорству. И если он по каким-то причинам не хочет быть донором после смерти, его позиция будет обязательно учтена. Названы три главных принципа долголетия. Это правильное питание, физическая и социальная активность. Дряхлость, говорят специалисты, в первую очередь обуславливается атрофией мышц. Только движение поможет сохранить мышечную силу и массу, а значит и продлить молодость. Также важно не забывать и о сбалансированном рационе. В нем, например, должно присутствовать множество овощей и фруктов. Кроме того, чем больше человек востребован, тем дольше он живет. Но и это еще не все. Для сохранения здоровья и жизни также важно высыпаться, контролировать уровень артериального давления и холестерина и отказаться от вредных привычек. А для тренировки ума и памяти очень важен когнитивный тренинг. Сюда специалисты причисляют изучение иностранных языков, запоминание стихов и песен, разгадывание кроссвордов и другую умственную нагрузку. Больше 830 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в 2018 году. Это почти 72% от годового плана, который ставил себе областной Минздрав. Такие данные сообщила исполняющая обязанности первого зампреда правительства Московской области Ольга Забралова. Она отметила, что 34% прошедших диспансеризацию были признаны практически здоровыми, то есть это люди, которые входят в первую группу. 15% имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Это вторая группа. И у 51% обследованных были выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи. Сотрудники госавтоинспекции больше не смогут снимать номера с машин при запрете их эксплуатации из-за нарушений. Указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Этим указом вносятся изменения в положении ОГИБДД. При этом госавтоинспекция сохраняет за собой право «запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин в случаях, предусмотренных законодательством до устранения причин, послуживших основанием для такого запрещения, а также при наличии неисправностей и условий, перечень которых утверждается правительством». Распространенными причинами снятия номеров с машин традиционно являются отсутствие у водителя полиса ОСАГО, неисправности технического характера, ну и нарушения, связанные в том числе с тонировкой стекол или установкой фар, которые не соответствуют нормам. 183 показателя качества картофеля проверят в Роскачестве. Ведомстве рассказали, в последнее время очень часто на продуктовом рынке встречаются некачественные клубни и чаще всего овощ российского происхождения. В первую очередь эксперты посмотрят картофель на наличие нитратов и пестицидов, проверяя содержание ГМО, кадмия, свинца, мышьяка, а также паразитов. Эксперты также измерят количество крахмала и сухих веществ – сахара, солонина и золы. Кстати, сроки проведения проверок не указаны, зато даны ценные указания, на что следует обратить внимание при выборе картофеля. Это в первую очередь его внешний вид – клубни должны быть проросшими и с темными пятнами. Новый способ сдерживать рост цен на топливо придумали в правительстве. Для этого решено увеличить субсидии нефтяникам. Вопрос обсудили накануне на совещании вице-премьера Дмитрия Козака с представителями министерств и крупнейших нефтяных компаний. И вот каким было решение. Если экспортная цена топлива превысит условную цену внутреннего рынка, нефтяники получат половину выручки, которую они потеряли, поставляя топливо на внутренний рынок, а не на экспорт. При текущих ценах на нефть это позволит компаниям получить дополнительно 200 миллиардов рублей. Правительстве надеются, что так бензин больше не подорожает. Зоны для курения в подмосковных аэропортах не вернутся. Правительство страны выступает против такого поворота событий. Кроме этого, в планах заблокировать инициативу, связанную с возвратом курительных зон на территории аэропортов. Как стало известно газете «Известия» от источников в кабинете министров, отзыв может быть связан с негативной оценкой Минздрава. Эксперты убеждены, что комнаты для курения не защищают окружающих от дыма. Депутаты же продолжают уверять, что запрет мест для курения не стал эффективной мирой. И те, кто хочет покурить, все равно сделают это. Напомню, что курить на территории аэропортов запретили в 2013 году. В ноябре 2017 года депутат Сергей Боярский в первый раз обратился с инициативой внести поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма. Позднее он отредактировал свои предложения и вновь представил документы в Госдуму в феврале этого года. Парламентарий предложил создать обособленные помещения для курения в особых зонах аэропортов, которые будут изолированы и оборудованы хорошей системой вентиляции. Курилку, согласно инициативе Боярского, смогут посещать лишь те, кто уже прошел предполетный досмотр или же следует транзитам. Фантастическое тепло ждет нас, как я уже сказал, на этой неделе. Завтрашний день будет тому подтверждением. Целыми днями яркое солнце, осадки тоже будут, но небольшие. А теперь подробный прогноз на вторник. Утром в Риотове 14 со знаком «плюс». Днем воздух прогреется до 19 тепла. Вечером температура начнет понемногу падать. 15 градусов увидим на термометрах. И ночью плюс 12. Дожди будут утром и после обеда. Не забудьте зонд. На сегодня это все новости. Вернуться к выпуску вы можете на нашем официальном сайте riotofmedia.ru, а также в официальной группе РТВ ВКонтакте. Информационную картину вторника представим завтра в 19.30. В студии работал Станислав Тарасов. До встречи на Главном городском.